Елена Миронова – 31-я сотня лучших управленцев страны, но прежде всего она врач-эндокринолог, который помогает жителям Кудымкара. На конкурс «Лидеры России» Елена представила сразу несколько проектов, в том числе направленный на улучшение отношений врача и пациента. Основное, на что жалуются мои пациенты, это то, что с ними недостаточно поговорили и недостаточно внимательно отнеслись к их проблемам. Своими идеями Елена и другие финалисты смогли поделиться с губернатором Дмитрием Махониным напрямую. Часть лучших молодых управленцев при Каме присутствовали на встрече онлайн. Полуфиналистами конкурса стали 27 человек, представляющих Пермский край. Участники прошли несколько конкурсных испытаний, одно из них предложила сама жизнь. Сильнейшие извлекли из этого пользу и создали проекты, которые помогают преодолеть появившиеся сложности. Например, Елена, как руководитель частной клиники, увеличила количество телемедицинских консультаций и стала лидером в регионе. Добрый день, меня зовут Миронова Елена Викторовна, я врач-эндокринолог. Павел Волигов, представляющий политех, предложил стратегию развития региона в научно-технической сфере. В том числе и с этим проектом в конкурсе победил. Это вызов самому себе, потому что конкурс «Лидеры России» дает уникальную возможность пообщаться с людьми, которые являются действительно лидерами в своих областях. Василий Зорин стал суперфиналистом. Проекты касались сразу нескольких сфер, но любимое направление – доступный спорт. Я буду тиражировать и дальше свой социальный проект. Я хочу популяризировать массовый спорт среди всех возрастных групп населения. Полуфиналистами и финалистами лидеров России в этом году стали семь победителей молодежного резерва «Прикамья». Они представили проекты по развитию региона. Это наставничество в медицине, новый подход к благоустройству, развитие массового спорта и другие идеи. Пермскому краю, безусловно, нужны профессионалы, талантливые, амбициозные. И мы, безусловно, пользуемся, что называется, при принятии кадровых решений и потенциалом участников конкурса «Лидеры России». Примеры уже есть. Победитель конкурса 2018 года Эдуард Соснин стал исполняющим обязанности министра экономического развития и инвестиций. Лариса Стрельникова, Дмитрий Буланов, Александр Хробыстов. Весь теперь. Спасибо.